привет всем на обзоре у меня сегодня новинка от компании ganza firebird fs 925 вот такой вот карапуз вышел в конце прошлого 2023 года вот в начале 2024 приехал собственно вот такие вот формы узан карапуз и первый баттон лог у компании ganza firebird и раньше у них были также кнопки и ножи но в основном они все были подпружиненные то есть там было были автоматы кстати недавно вышел еще один новый автомат g767 с классическими там формами такой интересный тоже с подпружиненным баттон локом с клиппойнтом на клинке интересный достаточно такой ножичек ссылка также будет в описании под видео там же где все остальные ссылки и на этот нож и на группу вконтакте на телеграм-канал все ссылочки там вы найдете обязательно подпишитесь на телеграм-канал в пяти вариантах выпущен этот нож это вот такой вот синий как у меня синий серый его называют такой не чисто синий он из сера скажем вот так вот но прикольный многие ножовые компании используют именно этот цвет есть он и у петри файт фиши и у ганза тоже он был уже на многих моделях классный мне нравится такой есть яркий оранжевый есть зеленый классический черный и карбон ламинат это вот пять вариантов получается на клинке классика здесь d2 ганзовская хорошая газовская хорошая d2 клипса клипса проволочная не так часто она встречается у ганзов airbird хотя встречается вот на модельке такая моделька номер f922 один из моих любимых 922 вот как рада точно такая же она же с того же склада ганзовская проволочная вот эта клипса у меняешь у меня их должна дава еще из ниндзя к 922 и вот такой вот синенький серенький это f41 один тоже из наиболее удачных у них моделей очень классные так ну для наглядности он карапуз конечно с ними здесь уж и не потягается в размерах конечно но пока так для наглядности вот такой вот он мелкий до чтобы вы могли сразу видеть сейчас расскажу по параметрам по техническим характеристикам его смотрите темлячное отверстие выполнено вот так вот там бэкспейсер торчащие лайнеры и вот так вот накладки клипса проволочная это самое достаточно глубокая но сидит не у вот видите не у самого у самой биты рукоятки да не до конца могли бы и вот на этот винтик и присобачить было бы наверное интересней ну по крайней мере пряталась бы больше нажав карман весь так сюда переставляется эту железяку суешь сюда отсюда а к лицу туда и получается переставляется под левшу кнопка в принципе удобная в открытом положении вот туда если прям не подлазить и видите она немножко в углублении почти почти за под лицо то есть вот так вот просто удерживая нож вот туда палец как бы даже и вот кулаком ты его взял палец приходится вот сюда даже то есть принципе нажать на эту кнопку что-то делаете ножом маловероятно маловероятно что при работе она как-то там сложится по техническим характеристикам давайте расскажу общая его длина 15 с половиной сантиметров всего лишь клинок шесть с половиной от рукоятки до кончика в обухе кстати тоненькие два с половиной миллиметра сведение в 04 по всей длине ширина максимальная где-то вот тут я примерно замерял на самом пузе 30 миллиметров и вес ножа всего лишь 100 грамм но хотя всего лишь не всего лишь каждый для себя сам решает 15 сантиметровый карапуз до весит 100 грамм ну в любом случае он практически невесомый 100 грамм лично для меня это вообще ни о чем для наглядности давайте покажу его еще с мини белугой чтобы можно было реально оценить его небольшие размеры кстати насчет небольших размеров там у санрену вышел вот прям вообще карапуз по моему там в районе 10 сантиметров вообще ножичек на ключник тоже интересный тоже прикольный ссылка будет описание под видео заходите посмотрите так но вот так вот он с мини белугой мини белуга рядом с ним уже смотрится совсем и не менее уже такой нож себе достаточно покрупнее 15 сантиметров и этот новый санрену это вообще будет 10 сантиметров этого что-то вот такое ну прикольное все равно небольшие ножи тоже нужны они тоже интересны почему бы и нет делают людям нравится не всем нужны огромные рэмбо ножи тисаки так вот с другой стороны рядом с мини белугой если это мини белуга то это вообще уже мини-мини мини камбала какая-то и давайте заглянем что там внутри собственно подшипники так и не научились ган заставить керамику стальные шарики в пластиковой обойме лызка на осевом имеется ответка в одном из лайнеров также имеется стандартный баттон лог в принципе как и на всех других ножах там ничего нового облегчение лайнеров круглыми отверстиями выборка под подшипники по совсем чуть-чуть в клинке и чуть-чуть в лайнер по долю миллиметра и там и там о механике давайте напоследок скажу все здесь замечательно могли бы нашли керамику поставить вот такой вот ход на подшипниках причем это без люфта какого-либо то есть замечательно здесь собрано хорошее качество подгон очка все прям хорошо обработка лайнеров идеальная и снаружи и внутри что кажется что они немножко выглядывают а нет они заподлицо то здесь нету этой фишки когда лайнера выглядывают здесь вот все чувствуется что гладенько все с лайнеры не выглядывают но при этом они так закруглены все заполировано все очень замечательно сделано тонкое сведение в 04 интересный ножичек очень качественный ганза качество научились хорошие делать уже давно у них вот как с приходом фаерберда пошли вот эти чуть ли не идеальные ножи так они их и стали намного реже выпускать да вот недавно из последнего обзор кто смотрел до выпустили они пару фиксов не смотрел обязательно посмотрите а по кто они эти складни все реже и реже стали они выпускать за прошлый год они там что-то а вообще были они в прошлом году у них новые складе или нет по моему до 1 был тяпочка 1 четко мне не попала на обзор ну да и ладно может когда и попадет собственно новинка классная именно для тех кому так клиночку руль по центру до по центру все нормально показалось право так криво смотришь кажется что он уходит так по центру все клинок по центру ханика хорошая сборка качество на для тех кто любит небольшие такие ножи карапузы вот такие вот зачетный нож классный нож интересный для тех кто не гнушается маленьких ножей собственно это мы сюда ганза когда они вообще большие то делали они большие то особо ножи никогда крупные и не делали вот поэтому ганза как ганза фейерберт как фейерберт на этом собственно все надеюсь было интересно подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал вступайте в группу вконтакте все ссылки будут как обычно закрепленном комментарии и в описании под видео пока пока